Вопрос. Возникает вопрос. А зачем тогда все это нужно? Ведь вы же не даете никаких практик и техник для развития. А как развиваться? Ну, значит, человек, наверное, невнимательно, если читал мои книги, то внимательно. Для того, чтобы развиваться, нужно понимать, вот то, что такое, что перед этим говорил, красопало, что для того, чтобы развиваться, нужно понимать, куда идти. Вот закройте глаза и скажите, вот куда идти? Вы сколько пройдите шагов? Много? Нет, не очень. Как раз для того, что развитие заключается в том, что человек даже начинает понимание. Даже если у человека нет дара, если он начинает понимать, он меняется. И, может быть, вы понимаете, что разных степеней развития человек может растить необязательно в течение одной жизни. Правильно? Вы это, наверное, понимаете уже, да? Но если человек ничего не делает, то ничего не происходит. Но для того, чтобы делать, нужно понимать, что делать. Вот как раз-то в своих книгах я и даю те необходимые понимания, без которых развитие невозможно. Потому что даже, скажем так, я делаю вывод, потому что у меня вот что-то кирпич упал, и вот такое приняло решение. Я наблюдал уже больше 25 лет за людьми, вот которым я давал возможности, которых не было от природы. И даже давал им объяснение, понимание того, что и как нужно этим пользоваться. И что вы думаете? Много ли прошло вперед? Нет. А знаете почему? Потому что, так сказать, человек, если он не развит, не понимает, не поднялся на определенный уровень развития, то даже обладая возможностями, которые я давал студентам за перестройку мозга и так далее. Кстати, очень многие пишут, вот я готов к перестройке. Это хорошо, но для того, чтобы к перестройке быть готовым, это достать, желание есть, это прекрасно. Но есть достаточные условия и необходимые. А вот необходимый условия, чтобы человек достиг определенного уровня развития. Без этого практика показала. Но зачем далеко ходить? В 2009 году я, в 2010 году проводил семинар в марте, помните, да? Где случайно выбранных людей, которые природные задки есть, я перестраивал мозг и делал возможность видеть, телепатически принимать информацию и так далее. Ну, кто видел это выступление или кто смотрел диск, знает об этом. Женщина, там была психолог, я не помню ее имя, я помню внешний вид и так далее, который только минуту назад начал что-то видеть, спускается и говорит, дайте мне безруких, безногих, и я им вырущу руки и ноги. Потому что она, видите, увидела, что если у человека рука ампутирована и нога, то она существует на других уровнях. Так что она фантомная боль, которую медицина никогда не могла объяснить, что болит то, чего нет. Потому что когда ампутируется физическое тело, кусок, сущность остается с руками и ногами. И поэтому, увидев, что есть руки и ноги на других уровнях, она уже говорит, дайте мне людей, я тут же выращу, да? Да ничего там не вырастет, потому что они беременности не знают, даже 2 же 2-4. Но в человеках, о, я вижу это, а почему, а как? Что нужно сделать, чтобы этого сделать? А помочь можно? И так далее. Вопрос у него сразу, я выращу руки и ноги. Вот скажите, вот такому человеку, которому дается что-то, он готов к чему-то? Нет. Потому что пока нет, вот здесь вот правильного понимания, пока нет мировоззрения и ответственности, и понимания, ответственность за каждое свое слово, за каждое свое действие, таким людям категорически нельзя давать никакие возможности. И я это делал, опять-таки, в Америке, если в Советском Союзе, когда проводил курс 10-дневный, я все объяснял детально, просил не делать вот этого, не делать так, потому что думаешь, ну, тогда я был наивный, кажется, немножко идеалист, думал, что если человек себя покоснется чем-то таким, то вся шлуха, вот эта короса должна отвалиться, и человек будет, ну, хорошим. Он не сможет, ну, какой дурак обменяет, так говорится, великобританный бриллиант на навоз, извините. Есть такие? Скажите, есть? Нету. Вот я тоже так думал, оказывается, есть, и полно, и меняют, потому что навоз для них прекрасно пахнет. Ну, со вкусами не спорят, и с запахами тоже, знаете, запах навоза, извините, не нравится. И в Америке у меня была другая возможность. Я наблюдал за теми, которые прошли мои семинары, вот я там два месяца проводился, уже больше по сроку, в течение 13,5 лет. И могу сказать, да, они изменились, они выросли, потому что я их тащил за уши постоянно. Но, что я обратил внимание, движение до того медленное. И знаете почему? Потому что каждый из них считал, что он уже лучше всех остальных. Еще ни черта не сделав. Уже при воре, получив от меня то, что человек сам не создавал, уже считал, что он лучше всех, и вся, и так далее, и так далее. И был такой момент, когда в 2003 году, я помню, когда вот после очередного я периодически устраивал тесты, как, но они приходили, вот, по фотографии, вот, давайте, вот, с чем можно, как вот, у меня проблемы, не могу разобраться, элементарные проблемы. Я просто делал следующее, вот так, пускай по кругу, пускай каждый запишет, что он увидит, значит, нужно разобраться, что делать, прежде чем что-то делать. И потом, так сказать, когда проходит, каждый говорил. И вы знаете, ни один не увидел реальных проблем. Каждый что-то натыкался, что его устраивало, и на этом останавливался. После этого я сказал, слушайте, сколько же можно вам говорить. Есть вот методика, я вам объяснил просто, почему вы, слушая все это, делаете, как вам кажется лучше. Вы же еще ничего сами не создали, не сделали, а вы же считаете, что вы лучше знаете, понимаете. Я сказал, я привел только пример. Если вы изучаете какой-то язык, изначально вы изучаете алфавит и грамматику. Можно сказать, вот с этого алфавита мне нравятся 2-3 буквы, может 4, больше не нравится. А вот с другого мне тоже нравятся 2-3 буквы и все. И там с 3, с 4, с 5. Вот я решил или решила создать свое. Вот я взяла все, что мне нравится из разных и слепила. Что получится? Белиберда получится. Потому что разные алфавиты, разные грамматики, они несоместимы, они совершенно по разным принципам построены. И поэтому делать, как кажется, венегрет ничего хорошего не приведет. И к тому же для того, чтобы понимать, и даже если взять, допустим, 3-4 буквы, нравится, это если повезет, если эти буквы будут хотя бы 1 или 2 гласные. А то если, допустим, все согласны, кажется, все гласные, много слов сложится с этого алфавита. Избранного, так называемым. Немного. Поэтому говорю, извините, те, кто создал алфавит, может он несовершенен, скажем, к примеру, и грамматику, если вы хотите, вы должны принять целиком, изучить, понять досконально. И потом, если вы достигнете чего-то и пройдете, поймете, может вы сможете создать что-то свое. А до их пор, пока вы находитесь еще в первом классе и начинаете читать «мама», «папа», то это не значит, что вы уже все знаете и так далее. И я это рассказал очень четко. Вас никто не насилует. Есть два варианта. Вы принимаете или не принимаете? Если принимаете, по-русски говорится, милости просим, если не принимаете, скатите дорожку. Никто вас заставляет, ничего не заставляет. В этом ваша свобода выбора. Но вы не имеете ни понимания, ни права выбирать то, что вам хочется. Так же самое, если кто-то создал компьютер и написал программу для компьютера. Если человек купил этот компьютер, купил программу и поставил свой компьютер, это не значит, что он их создал, не значит, что он понимает и разбирается лучше, чем те, кто создали. Но если человек взял компьютер, взял и на нем что-то сделал своими руками, используя компьютер и программу, то, что он сделал, это его творчество. Это его достижение. Но, опять-таки, это только как потребители, а не как создатели. А все хотят быть создателями. Неплохо? Конечно. Ну, пройдите сначала стадию, поймите и так далее. Но никто не хочет, хотя и сразу. Бум, закрыл глаза, открыл, я уже создаю все сам. А это колоссальный труд, не один день. Пересмотрение позиций, пересмотрение своего восприятия. Каждую секунду, каждую минуту. Это и борьба, и часто на грани жизни и смерти, когда вы рискуете свою жизнь миллионы раз. Если вы выживете, да, вы достигнете и сможете пройти. И тогда, может, достигнете. Но без того, чтобы пройти этот путь, человек не может встать. И вопрос. Всем ли нужно быть создателем компьютеров и программ, чтобы создать что-то на компьютере? Скажите, кто пользуется компьютером? Здесь есть такие? Есть. Вы печатаете на компьютере, да? Вот скажите, вот если вам скажет, вот, вы не пользуетесь ими, вот вы сами создаете компьютер, сами напишите программу. Сколько у вас ушло на это время? А может, всю жизнь никогда не сделали? Правильно? Нужно ли это делать? А то, что вы напишете книгу какую-то на компьютере, используя программу, быстро и эффективно сделать ее, это ваша книга. Но не нужно создавать компьютер и программы, которые вы используете. Так и здесь. Вот это почему-то никто не хочет понимать. Большинство считает сразу, вот мы крутые и тому подобное. Дальше, следующий вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.